4 июля на новой сцене Большого театра состоится премьера балета «Укращение с троптивой». Мне представляется, что на самом деле любая премьера для худрука – это и есть укращение целого коллектива. Так это или не так, расскажет Сергей Филин. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Прошу вас. Сергей, так работу худрука можно сравнить с миссией укротителя или это перебор? Приходится укращать с троптивых? Да нет, я думаю, что это перебор. Это работа далеко не простая и могу сказать, что, наверное, очень сложная, но это не похоже на укращение. Ну ведь репутацию балетных во всем мире как, в общем, таких достаточно капризных и неуправляемых артистов, в отличие от киношников, которые более податливы. Или это миф? Ну, вы знаете, доля правды в этом есть. Помимо того, что я просто, так сказать, прожил 21 год в качестве артиста, я все-таки прошел через все стадии. Я был артистом корды балета, потом стал обычным солистом и впоследствии превратился в премьера балета Большого театра. Поэтому я знаю, как все это устроено, я знаю, как это должно работать. От этого мне немного легче. Но я хочу сказать, что сегодня, наверное, может быть и всегда, артистов нельзя заставить. И что бы мы ни сделали, какие бы правила мы ни придумали, какие бы инструкции мы ни создали, все равно ни силой, ни какими-то определенными рамками заставить человека, артиста, делать то, что он не хочет, и то, что он не будет, невозможно. Вы знаете, вы про артистов говорите, как у Кулачев, про своих артистов-кошек. Я к чему это? Просто у нас есть традиция в передаче. Мы бездомных кошек из приюта пристраиваем нашим зрителям. Это кто у нас? Просто Мария. Просто Мария? Вот в одно слово. В одно слово просто Мария. Очаровательная просто Мария. Вот мы просто, Мария, найдем хозяйку или хозяина. Кстати, вы не можете не согласиться, что очень пластичные животные, что они двигаются просто как балетные. Коты? Да. Удивительные животные. У вас никогда не было домашних? Нет, у меня никогда не было. У меня никогда не было возможности уделять им внимание. Но это понятно, тем более сейчас-то точно не будет. Сколько будет премьерных показов украшения строптивой этим летом? Ну, мы планируем, пока мы планируем пять спектаклей. Дальше все будет зависеть от того, как этот спектакль получится и как пройдут премьерные спектакли. Будем смотреть уже по реакции зрителя. У вас, насколько я знаю, с 12 по 18 июля в Соединенных Штатах гастроли. Вот прекрасная сатья Спивакова, с которой вы беседовали, я перед эфиром как раз видел ваш разговор с ней, говорила, что у Спивакова, у коллектива, там, были во время гастролей какие-то неприятности, связанные с политическим нынешним распадом. Вас это не беспокоит? Это большому не грозит? Какие-то бойкоты, какие-то демонстрации? Или вы не думаете об этом? Ну, знаете, я никогда об этом не думаю. И более того, я совсем недавно был в Нью-Йорке. У меня было очень большое количество встреч с журналистами. И могу сказать, что все эти встречи, это было только огромное желание, предвкушение, как можно быстрее встретиться с коллективом Большого театра. Поэтому ничего тревожного и ничего того, что может сегодня вызывать у меня опасения, я сказать не могу. Как оно может произойти и как оно будет на самом деле, мы можем уже увидеть, когда мы с этим столкнемся. Но то, что сегодня Большой театр ждут в Америке, и все билеты абсолютно на наши спектакли проданы до одного, это я тоже могу сказать с большой уверенностью. Ну, а когда Большой не ждали в Америке? Когда так бывало, чтобы не были проданы билеты? Разве бывали такие периоды? Ну, мы сейчас не говорим о том, когда, мы говорим сейчас о том, как сейчас. И вы задали вопрос не тогда, когда, а вы задали вопрос про сейчас. Поэтому, если бы была сегодня тревога и были бы какие-то опасения, то, наверное, я мог бы о них что-то сказать. Но поскольку я, еще раз говорю, я был в Нью-Йорке и видел, как нас ждут, видел глаза людей и слышал от людей, что уже у них нет, так сказать, терпения, как можно быстрее они хотят увидеть наши спектакли. Поэтому пока я могу сказать, что нас ждут, и атмосфера как бы перед нашим приездом очень теплая. А как оно будет на самом деле, будут ли забастовки, демонстрации, будут ли стоять люди с плакатами, мы это уже можем увидеть тогда, когда это произойдет. Ну, кстати, про травму. Я помню, что в вашей биографии был такой эпизод, когда у вас был двойной перелом стопы во время спектакля непосредственно. Вы детанцевали, во-первых, насколько я помню. Я не смог дотанцевать спектакль до конца, совершенно верно. Это было «Лебединое озеро», но я дотанцевал полностью первый акт и две картины, которые я не мог и не понимал, как я могу покинуть сцену, потому что замены не было, страховки на данном спектакле не было. И я не мог, к несчастью для себя, покинуть этот спектакль. И из-за того, что я получил, по сути, травму на где-то четвертой или пятой минуте спектакля, буквально на первом выходе, мне пришлось целый час танцевать на сломанной ноге, из-за чего я получил большинство, как бы множество последующих травм. Потому что я сломал кость в другом месте, эта кость была раздроблена и было много чего, после чего последовало несколько операций, очень большое количество времени для реабилитации. Но, тем не менее, я вам могу сказать, это тоже испытание, через которое мне нужно было пройти. И я, и не только я, мои друзья, коллеги, родные и близкие сделали все возможное для того, чтобы дать мне эту возможность. И уже где-то через, почти через полгода я встал на ноги, я учился заново ходить, сначала стоять, потом ходить, потом уже только танцевать. Но, тем не менее, я смог вернуться на сцену. Видите, все очень по-разному реагируют, потому что совершенно прекраснейший там танцор, который мы все знаем, любим, Марис Лепа, он после травмы, в общем, вообще решил уйти из балета, потому что он помнил всегда об этом, то есть у него был рефлекс как бы вот на сцену. С вами как бы такого не произошло, то есть вы по-другому на это отреагировали. Это вы считаете такого рода качества врожденные или это, допустим, это воспитывается? Вот такого рода воля. Ну, я однозначно убежден, что это воспитание, что это воспитывается, потому что это складывается не из какого-то одного ощущения и одного решения. Но я могу сказать, что каждый случай, он индивидуален. И я сегодня не могу говорить за Мариса Лепу, потому что наверняка у него были такие обстоятельства, из-за которых он уже не мог или танцевать так, как он танцевал прежде, или танцевать тот репертуар, который он хотел танцевать. И в любом случае, я еще раз говорю, что я и права не имею сегодня говорить о том, почему Марис Лепа принимал такое решение, но в любом случае, то, что он боролся и то, что он делал все для того, чтобы было иначе, я в этом уверен. А то, что касается непосредственно меня, я это никогда и, собственно, не скрывал. Могу сказать, что после этой тяжелейшей травмы я всегда понимал, что так, как я танцевал на левой ноге, и та сила, которая была, ее никогда не будет. И я всегда понимал, что к концу любого спектакля, поскольку я вернулся абсолютно во весь репертуар, который танцевал, я всегда понимал, что я всегда к концу спектакля устаю гораздо сильнее, и сил в этой ноге остается гораздо меньше. Поэтому я с каждым спектаклем понимал, что долго это продолжаться не сможет. Некоторые считают, что гораздо важнее техника и, допустим, профессионализм танцовщика, а другие считают, что важнее харизма. Ваше мнение? Я считаю, что это комплекс и важно абсолютно все. Потому что в зрительном зале есть люди, которым нужно все. Есть зритель, которому нужна харизма. И есть зритель, который пришел за индивидуальностью, за чем-то особенным, и он бы хотел увидеть актерское дарование и какие-то особые актерские способности танцовщика. Есть зрители, которые пришли совершенно за другим, они хотят увидеть чистоту исполнения, чистоту танца. Может быть, даже это сдержанность и прохлада, или, как говорят, что артист холодный. Может быть, это то, что ему интересно, как зрителю его интересует чистота и какая-то техническая часть исполнения. Но, тем не менее, это все равно вопрос очень комплексный. Потому что, на мой взгляд, сегодня для того, чтобы быть интересным артистом, для того, чтобы быть танцовщиком с большой буквы, и если мы сегодня говорим об артистах большого театра, то, на мой взгляд, нужно иметь и то, и другое. Потому что харизма должна быть для того, чтобы ты мог держать зрительный зал. Если ты выходишь на сцену в главной партии, но у тебя нет сегодня какого-то, даже если это не специальный врожденный дар, но если у тебя нет сегодня опыта и навыка для того, чтобы понимать и ощущать тот спектакль, в котором ты находишься, но выходить за его рамкой для того, чтобы можно было держать зрителя с самого начала до конца, то в какой-то момент зритель устает, ему становится скучно, и он перестает смотреть на этого артиста. Даже несмотря на то, что он обладает какой-то уникальной техникой. Сергей, вы фактически ведь на самом деле ушли от ответа. То есть вы не сказали, что важнее все-таки харизма или профессионализма. Хорошо, что я на конкретных примерах. Давайте поговорим про Марию и про Елену. Про вашу супругу и про вашу сестру. Они хорошие балерины? Дело в том, что ни Мария, ни Елена, я не могу их назвать балеринами. Потому что балерины все-таки это звание. И несмотря на то, что моя Мария является балериной, она все-таки является артисткой кордебалета Большого театра. Несмотря на то, что она танцует корифейские партии, танцует их хорошо, все-таки балерина это, на мой взгляд, это звание. И поэтому вот моя Мария никогда не будет исполнять... Ну, как бы я не люблю говорить это никогда, но тем не менее, я хотел бы это подчеркнуть, что она никогда не будет исполнять ту или иную ведущую партию, например, там, партию Китрии или Адетта и Адилии, не потому что у нее нет сегодня харизмы или у нее нет сегодня еще чего. Просто она не имеет права сегодня это делать, потому что это должны делать те люди, которые сегодня обладают особым, на мой взгляд, даром. То есть у них есть сегодня для этого гораздо большее. Но каждый находится сегодня на своем месте. Если Мария сегодня танцует там, где она танцует, она обязана делать это хорошо, что как бы она и старается делать. Та балерина, которая танцует сегодня Адетту, Адилию, Китри, Боидерку или Жизель, то вот о ней мы можем сегодня говорить как о балерине. Если говорить о моей сестре Елене, то она, ну, скажем так, не так долго проработала в качестве артистки балета, поэтому все-таки вот сегодня определение артистка балета, это, наверное, более правильное, нежели балерина. Поэтому Лена закончила танцевать довольно быстро, поэтому расценивать сегодня ее как балерину и обсуждать это, я считаю, неуместным. Хотя она прекрасный человек, и она моя любимая сестра, которую я уважаю, и уважаю ее не за то, что она не стала балериной, а за то, что она стала человеком. А если возвращаться к вашему вопросу, на который я конкретно не ответил, что важнее, я думаю, что, наверное, в сегодняшние дни, в сегодняшнее время, если, опять же, я возьму ответственность на себя как бы за сегодняшнего зрителя, то я думаю, наверное, сегодня все-таки важнее харизма. Потому что благодаря этой харизме, о которой мы говорим, мы можем говорить о особой индивидуальности. А эта особая индивидуальность дает сегодня возможности большей рекламы, больших интриг, большего обсуждения. То есть так или иначе, это некий повод для того, чтобы создавать некие такие, скажем, форумы, группа поддержки, и прочее, что не всегда сегодня доступно тем людям, тем профессионалам, которые следят за чистотой, за техникой и за прочим. Потому что, как вы понимаете, большинство зрителей в процентном соотношении, которые посещают сегодня Большой театр, конечно же, они далеко не гурманы. И большинство этих людей сегодня не очень хорошо разбираются в наших профессиональных качествах и в том, как сегодня нужно исполнять ту или иную партию. Но индивидуальность и харизму исполнителя они почувствуют однозначно. Поэтому, если сегодня отвечать на ваш вопрос, то я бы выбрал все-таки именно это. А вот эти вещи, допустим, вкус и умение оценить технику, вот гурманами становятся, опять же, это врожденное или это воспитывается? Вот ваши сыновья разбираются в балете, скажите, как вы считаете? Ну, вы знаете, у меня очень особенные, я бы сказал, сыновья, потому что у меня три сына. Сергей, Александр и Даниил, да. Даниил, да, Александр и Сергей. И у них очень большой разрыв возрасте, потому что Даниилу уже исполнилось 18 лет. И, вы знаете, я не могу сказать, что он разбирается в балете, а самое главное, что у него и нет желания разбираться сегодня в балете. Он занимается совершенно другим, и у него сегодня есть интерес к музыке. Он сочиняет и пишет музыку, пишет ее электронно, делает различные миксы. И он этим живет, ему это интересно, и я стараюсь не нарушать его гармонию, его внутренний мир. Александр, могу сказать, что когда он приходит на балет, ему это интересно. Но сказать, что он разбирается в этом, нет. То, что ему интересно, если он чувствует не фальшь, а чувствует искренность и чувствует что-то особенное на сцене, его это захватывает, его это увлекает, безусловно, это так. Но сказать, что он хотел бы этим интересоваться, я не могу. Он сегодня интересуется пением, он поет, и поет он довольно хорошо, потому что буквально совсем недавно на конкурсе песни в Македонии Александр завоевал вторую премию. Поэтому его интересует сегодня больше песня, эстрадная песня, нежели балет. То, что говорить о самом младшем, о Сергее, о Сергее Филине-младшем, вот здесь ситуация гораздо сложнее, поскольку ему еще только пять лет, и мне кажется, что он пока еще и не может разбираться в балете. Ему можно нравиться или не нравиться. Да, но он все время танцует. Вот, он с самого утра и до глубокой ночи танцует постоянно. Более того, он придумывает сам движение, он сам их старается как-то украсить, и каждый раз с самого утра он приходит ко мне и говорит, папа, посмотри, какое движение я придумал. Я начинаю за этим наблюдать и говорю, нет, я знаю, у кого ты это украл. Он говорит, ну, это я взял у Майкла Джексона, но это только в начале, а вот в середине это придумал я. И он старается как бы это очень органично, но очень довольно как бы эмоционально и сильно технически. Он это исполняет и в прыжках, и на полу. Удивительные какие-то гимнастические способности, но очень музыкально, очень, на мой взгляд, ритмично. И откуда у него это? Как это? Откуда? А гены старшего Сергея Филина это как? Вообще не считается? Ну, возможно. Во всяком случае, я говорю о том, что специальной какой-то подготовки и специальной, скажем, педагогической работы с ним никто не проводил. Но это то, что ему интересно сегодня, и танец ему близок. Он его чувствует, он его ощущает, и он все время живет этим движением. И получается, что Сергей как бы живет в движении, Александр живет в песне, а старший Данил, он живет в музыке. Не успел я, к сожалению, с вами поговорить про Кирилла Серебренникова, потому что он мне рассказал о герое нашего времени. Поэтому я очень рассчитываю, что вы еще раз придете к нам в студию, а мы заканчиваем, у нас такая традиция, помимо кошек, игрой с правдой. Значит, как это выглядит? Здесь фишки. Вы выбираете фишку, и я такого же цвета выбираю карточку. Такого же цвета, как фишка, которую вы вытащили, и зачитываю вам вопрос, на который вы отвечаете или не отвечаете. Вы умеете и то, и другое. Отвечаете, не отвечаете. Как мне кажется. Так, любую фишку. Так, красная карточка. На красной карточке вопрос. Ух ты, нет, этот не буду. Почему? Он слишком откровенный. Мне кажется, нет, ничего невозможно. Вы готовы? Для человека, который почти укоротитель. Ну ладно, тогда занимались ли вы сексом вне дома? Если да, то где? Опа, вы не готовы были. Ну почему же не готовы? Мы же говорим не о том, занимался ли я сексом вчера, позавчера или год назад. Мы же говорим вообще. В экзотическом месте, да. Конечно, да, и это было в автомобиле на метромосту в Москве. Фантастика. Не то, что в автомобиле, это американская традиция, а то, что на метромосту. Но дело в том, что я был юн, молод, и разумеется, я мог себе это позволить, потому что тогда я не был не то, что художественным, а водителем. Я тогда еще не был и солистом. Но укоротителем уже были. Или я чувствую вторую фишку. Так, голубая. Голубую. Вопрос на подумать называется. Вы завидуете своим более богатым друзьям? Более богатым, чем? Ну, я думаю, что здесь, поскольку это в оригинале французская игра, то я думаю, что сугубо вот в том самом смысле финансовом, финансово-экономическом. Нет. Вы знаете, нет. А у вас есть тогда более богатые друзья? Да, вот я как раз хотел сказать, что, в общем-то, те друзья, которые у меня есть, я не могу сказать, что они как бы более или менее богатые. Это мои друзья, это замечательные люди, и я искренне всегда за них рад, когда у них есть возможность чувствовать себя увереннее, лучше, и можно сказать о том, что они становятся богаче, или, так сказать, что-то появляется новое и интересное, что, наверное, обогащает их жизнь. Я всегда за этих людей очень-очень рад. Поэтому никогда, никогда, ни в детстве, ни в юношестве, и тем более сейчас, никогда никакой зависти к этим людям у меня не было. А к тем людям, которые у меня есть, и те мои знакомые, которые очень богатые, и те люди, которые живут, может быть, совершенно другими сегодня измерениями, другой жизнью, я могу сказать, что я за этих людей особенно как бы очень рад, потому что эти люди многое решают, многое формируют, от этих людей многое, что сегодня зависит, в том числе и наша с вами сегодняшняя передача, наверное, в том числе. Зависит, зависит. Так, последний, третий. Может быть, что-то будет сейчас особенное? Снова красный. Красный – это такие откровенные вопросы. Ну, если бы… Ох, прям, наверное, все-таки… Ну, с другой стороны, вы же балетный, так что, может быть, сможете ответить. А зачем у вас такие откровенные вопросы? Да не я это призываю. Если вы не хотите их задавать. Я же не укротитель, я здесь танцую, это мой танец я сейчас исполняю. Ну, вы же сейчас разговариваете не с художественным руководителем, вы сейчас разговариваете с Сергеем Филиным. Да, я у Сергея Филина спрашиваю. Мы можем себе поздравить. Да, какая часть тела вашего партнера вам нравится меньше других? Сергей Филин задумался над этим. Партнер, кстати, может быть и бизнес-партнер, вы можете, вы же дипломат, вы можете как-то развернуть. Или мы другую карточку попробуем вытащить. Вы знаете, ну, если уж такой откровенный вопрос, то я отвечу так, это голова. Голова в том смысле, то, что внутри головы. Во всех смыслах. Какой вопрос? Такой ответ, да. Сергей, я не знаю, какой вы худрук и какой вы укоротитель, но гость вы просто замечательный. Совершенно огромное вам спасибо, я получил удовольствие. Спасибо.